Здравствуйте! Сегодня четверг, 14 марта. В эфире новости телеканала ОСА в студии Дарья Потехина. Мы рассказываем о жизни города и района. И вот о чем сегодняшний выпуск. Смотрите выпуски. Ледовая переправа через Чулым закрылась. Расскажем, почему так рано. Опять в районе беда с перевозками. Сразу несколько маршрутов отказываются возить пассажиров. Что ждать жителям, узнаете в сюжете. Жители города начали получать двойные платежки за вывоз мусора. Расскажем, что делать в данной ситуации и кому платить. Ледовая переправа через Чулым закрыта. Об этом сегодня заявили сотрудники ГИМС. Днем техника Ачинского транспорта блокировала проезд для всех видов транспортных средств на этом участке. В обоих направлениях движения. Сегодня в Ачинске наконец-то закрывают ледовую переправу через Чулым. Сегодня на 3 часа дня работники Ачинского транспорта уже установили знаки и заградили проезд на ледовую переправу. Со слов работников Ачинского транспорта уже к вечеру все работы завершатся. Ну а мы будем ждать, когда же все-таки тронется лед. Со слов специалистов ГИМС. Толщина льда на сегодняшний день не соответствует правилам и требованиям безопасности. Отмечу, что в этом году переправу закрыли на 8 дней раньше, чем в прошлом. Теплая погода внесла свои коррективы, так что всем автолюбителям придется набраться терпения и добираться до таких населенных пунктов, как Сосновое озеро Курбатова и Причулымск, в объезд через Боготольский мост. Анна Ахметова, Александр Сиделев, телеканал ОСА. Владельцы нескольких маршрутов отказываются возить пассажиров. Уверяют, что сегодня это их разоряет. Если проблему решить не удастся, то уже с апреля жители Слопцовки, Зерцал и Заворов будут добираться в город и обратно на попутках. Чего требуют перевозчики и есть ли у районных властей ответ на их требования, смотрите в моем сюжете. И снова проблемы с перевозками в Ачинском районе. В конце февраля как минимум две фирмы заявили чиновникам, что из-за убыточности маршрутов работать не могут. По информации от самих перевозчиков, это автотранспортное предприятие и автоколонна 1967А. Еще накануне руководители обеих компаний охотно общались с журналистами по этой теме. Однако после встречи в кабинете заместителя главы района Владимира Часовских, никто из директоров на камеру говорить не соглашается. Генеральный директор Ачинского автотранспортного предприятия Дмитрий Симоненко, его фирма возит людей из Ачинска до Слопцовки, по телефону объяснил, маршрут убыточный, поэтому планирует расторгнуть контракт 6 апреля. Цитирую. Нормативы субсидирования на 2019 год значительно снижены даже по отношению к 2018 году. Поэтому многим перевозчикам, наверное всем перевозчикам Мачинского района, просто невыгодно будет ездить по этому маршруту. Это все убыточно. Конец цитаты. Накануне районные перевозчики встретились в кабинете заместителя главы района Владимира Часовских. На разговор с властью пришли все перевозчики, работающие в районе. Как за кадром говорят участники, беда у всех общая. Очень маленькие субсидии. Совещание проходило полтора часа. Очевидно, было напряженным. Похоже, удалось договориться об отсрочке. Как решать проблему, рассказал Владимир Часовских. В данном случае перевозчики в настоящее время деятельство ее не прекращают. Они будут выполнять контракты в рамках установленных и заключенных контрактов. Тем не менее, мы понимаем, что такая проблема существует. И к нам просьба рассмотреть нормативы субсидирования для уменьшения риска убытков. Категорического отказа мы такого не услышали вчера на совещании. Просто есть вопрос экономической составляющей по маршрутам. Потому что часть тарифов была урезана от 10 до 30%. Также заместитель главы района Владимир Часовских заверил, вопрос увеличения субсидирования нужно решать в Краевом Минтрансе. Дарья Потехина, Александр Сиделев. Новости телеканала АСА. Ачинцы предлагают на 9 мая выйти на шествие лохматым полком. Объясняю, что это за идея. Дело в том, что бок о бок с советскими солдатами за победу в Великой Отечественной войне сражались и собаки. И этот отдельный полк шествия будет призван напомнить всем о важности животных во время боевых действий. Я пообщалась с инициатором такого движения у нас в Ачинске. По информации разных источников, в годы Великой Отечественной войны в армию были призваны более 60 тысяч псов. Они подрывали фашистские танки и пускали под откос вражеские поезда. Вывозили с поля боя раненых и доставляли боеприпасы. Участвовали в разминировании городов. А благодаря собакам-связистам в срок были доставлены боевые донесения и проложено несколько тысяч километров телефонного провода. У инициатора лохматого полка в Ачинске Татьяны Тиняковой есть личная благодарность к собакам, служившим на войне. Именно моего деда с поля боя раненого и контуженного вынесла собака. То есть, если бы нет собака, не было бы моего отца и, конечно, не было бы меня. То есть, для меня это очень важно. Я прошу, я надеюсь, что администрация пойдет нам на встречу и поможет. Была очень удивлена, когда увидела шествие в Калининграде и в Иркутске. Было интересно, как это организовали, как допустила администрация такое, потому что в последнее время это совершенно не практикуется. И более того, почему-то не идут навстречу этому. Сейчас, со слов Татьяны Тиняковой, от желающих пройти в составе лохматого полка уже поступило 20 заявок. Главное требование, чтобы собака понимала команду рядом, была в наморднике, на поводке и спокойно себя вела в окружении других животных. Что решать чиновники, пока неизвестно. Ответ на запрос об участии собак в шествии Дня Победы волонтеры ждут к концу месяца. А мы спросили у ачинцев, как они относятся к такой задумке. Это должно быть отдельно, выделено каким-то образом. А как это за живым полком, те, которые сражались, те, которые погибали, извините, кто инвалидами, ну собаки. Конечно, это друг животное, это друзья наши, но не знаю, я не могу конкретно это определить сразу. Почему вы будете против? Я, в принципе, против ничего не имею. Вполне нормально, почему нет? Вы не против? Да нет, конечно. Почему против? Животное нормально, животное. Ну, отрицательно. А в связи с чем? Ну, люди и животные. Ну, они бок о бок шли всю войну, то есть вы считаете, что не стоит этого делать? Не стоит. Я думаю, надо отделить одно от другого. В другой день? Ну, в другой день или в другое время, ну как-то, не знаю. Погибшие должны люди идти, мне кажется, отдельно. А животные отдельно, они тоже какой-то вклад, и большой вклад нанесли, но они все-таки животные, они должны идти в другой колонии. Губернские аптеки предлагают зарядиться весенней энергией. Современные комплексы витаминов для взрослых и детей, мужские и женские, для кожи и ногтей, для волос, для зрения, для иммунитета и даже для спорта. Витамины в губернских аптеках больше энергии и здоровья. Улица Свердлова, 19, Ювер 48 и Декабристов 20. Гипермаркет «Маяк». Садовая сетка, 10 метров, 457,90. Шоколад «Коммунарка», 200 граммов, 89,90. Полотенце «Махровое», 455,90. Гипермаркет «Маяк». Проезд авиаторов 5А. Единственное в Ачинске «Кота-кафе». Приходите в гости к очаровательным котикам. Ощутите непередаваемую атмосферу тепла, уюта и добра. Торговый комплекс «Атриум». Третий этаж. Компания «Синт» представляет. Новые тарифы, новые возможности. Твой выгодный интернет со скоростью до 200 мегабит в секунду. Выбери свой тариф. Все подробности узнавайте на сайте и в офисе оператора. С 19 по 23 марта в лёгкоатлетическом маниже «Рекорд» пройдёт первенство Красноярского края по боксу. Памяти Владимира Ситникова. Вход свободный. Опять к теме мусора в городе. Вот такое оповещение прислала нам в группу ВКонтакте жительница Ачинска. Рассказывает, не успели получить квитанции на вывоз твёрдых коммунальных отходов, так уже началась путаница. Получилось, со слов жительницы, две платёжки со стороны управляющей компании и от регионального оператора. Оперативно ответили нам в Центре управления МКД. Ирина Кайгородова, специалист управляющей компании, говорит, что подобных обращений много, но волноваться не стоит. На сегодняшний день, согласно нашего законодательства, пока собственники на общем собрании не примут решение, что они хотят напрямую платить за вывоз ТКО региональному оператору, начисление будет производить управляющая компания. С момента, когда жители приняли решение напрямую платить в эко-транспорт, подписали протокол, и только тогда управляющая компания все данные передаёт региональному оператору, и уже начисление будет вести региональный оператор. Получается, что собственникам квартир нужно просто подойти в свою управляющую компанию и подписать документ на соответствующее изменение. Если 50% собственников дома подпишут документ о том, что они хотят напрямую платить в эко-транспорт, они автоматически будут переданы региональному оператору. Для более подробной информации звоните по телефону 576-66, 573-54 или 579-99. Анна Ахметова, Вильдан Калимулин, телеканал ОСА. Ачинск может рассчитывать на наследство от универсиады. Об этом телеканалу ОСА заявил депутат ЗАГС Собрания Павел Ростовцев. Прежде всего, речь идёт об автопарке, который приобретался к всемирным студенческим играм. К сожалению, маршрутные автобусы, которые должны возить пассажиров, Ачинску вряд ли достанутся. Их могут получить только госпредприятия, каким было наше ПТП. Но в прошлом году оно обанкрочено. Зато спортшколы Ачинска вполне могут претендовать на автобусы для перевозки команд и спортсменов. По неофициальной информации, от города есть заявки на три машины. И это ещё не всё. Приобретали за счёт скрытского бюджета большое количество временной инфраструктуры, шатры различные, различные палатки, которые также могут быть использованы для нужд тех или иных различных образовательных или спортивных учреждений. Мы приобретали для оснащения спортивных объектов раздевалки, вакс-кабины, которые тоже очень востребованы, ждут муниципалитеты, когда придут. Поэтому, уважаемые коллеги, всё зависит от самих муниципалитетов. Почему? Потому что, безусловно, нужно делать заявки в отраслевые министерства, в правительство Красноярского края, потому что там центр принятия решений. Ответов конкретных, что в Ачинск получат, например, три компьютера, один автобус и, не знаю, одну раздевалку для организации массового проката на коньках, ну, конечно, пока таких решений нет. За эти решения надо бороться. По данным Дорожной полиции, в Ачинске с каждым годом растёт количество автомобилей. На сегодняшний день зарегистрировано около 50 тысяч. Ездят на них не только взрослые. Закон требует перевозить детей при помощи специальных удерживающих устройств. Это поможет вам избежать не только штрафов в 3000 рублей, но и максимально защитить ребёнка от травм в случае аварии, уверяет ГИБДД. В очередной серии рубрики «Без тормозов» рассмотрим несколько видов автокресел и даже испытаем одно из них. Спонсор рубрики «Без тормозов» – магазин «Склад Игрушки». Чтобы детское автокресло было действительно безопасным, необходимо подобрать его правильно. Автолюльки идут для детей до 13 килограмм. Также есть кресла с литыми спинками. Они обычно идут для детей до 18 килограмм. Также для практичных родителей, кто не хочет тратить несколько раз деньги на автокресло, есть универсальные. Подходят для детей до 36 килограмм. Спинка отстёгивается, остаётся только бустер. Безопасное автокресло должно быть жёстким, с надёжным креплением ремней безопасности, а чехлы мягкими и удобными, чтобы ребёнок хорошо переносил дальние поездки. Также следует обратить внимание на то, чтобы чехол был съёмный. Это значительно облегчит уход за автокреслом. Способы крепления детского кресла в автомобиле также различаются. Одни фокусируются штатными ремнями безопасности, другие – более современным способом при помощи крепления изофикс. А сейчас проверим кресло на деле, при этом не нарушая правил дорожного движения. Ну всё, на штатный ремень закреплено. Можно садиться. Дочь, поехали кататься? Да. Мы проехали полгорода на разрешённой скорости. Убедившись, что сзади никого нет, несколько раз резко тормозили. Ребёнок остался на своём месте и не почувствовал никаких неудобств. Такой эксперимент лишь частично показывает плюсы автокресел. А эффект в цифрах доказывает статистика ГИБДД. В прошлом году у нас произошло 8 ДТП с участием детей до 16 лет, которые находились в качестве пассажиров. Но можно стоит отметить, что практически не было таких случаев, чтобы ребёнок перевозился с нарушением действующих правил. Что, собственно, и позволило избежать тяжких последствий. Если ребёнку на момент перевозки ещё не исполнилось 7 лет, необходимо использовать автокресло. Перевозка детей уже от 7 до 12 лет предусматривается на заднем пассажирском сидении при использовании штатных ремней безопасности. Также отмечают в ГИБДД. Крайне опасно перевозить ребёнка на руках, тем более на переднем сидении. При столкновении даже на минимальной скорости, уверяют дорожные полицейские, вам не удастся удержать ребёнка. Подведу итог. На мой взгляд, проще один раз приобрести автокресло, чем постоянно рисковать. Магазин «Склад игрушки» приглашает за покупками. Южная промзона, квартал 1, строение 7. Ежедневно с 9 до 20 часов. Это были все новости на сегодня, о которых мы хотели вам рассказать. Я с вами прощаюсь, а вы не переключайтесь. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – планета одежды и обуви. Весна в магазинах – планета одежды и обуви. Новое поступление мужской, женской, детской одежды и обуви по приятным ценам. ЮВР-17А, Абаканская 10. Вы смотрите новости. Начало короткой рабочей недели. В эфире новости. Тепанас, здравствуйте. В какое время? Улица Брусничная. Ждем вас завтра у телевизоров. Хорошо, Елена Петровна, ждать сегодняшнюю группу. Спасибо за плаву. И вот какие новости у нас сегодня. Я и мои коллеги расскажем о том, что происходит в городе. В Польфейне. Все потрогайте, смотрите в понедельник. Если вы видите, что там происходит не так, присылайте нам в группу ВКонтакте. А сейчас перейдем к настоящему. Хочу напомнить, что вы можете подписаться на наши новости в социальных сетях. Кому это все-таки понадобилось? Заявление на увольнение по собственному желанию. Которое возводилось в советское время. Сейчас ничейное. Эти нужные вещи никому не нужны. А некоторые даже никогда не пользовались. Главное, без паники. На миллион рублей. Сейчас я слышу любой сирен. Субтитры сделал DimaTorzok Абонир아 Продолжение следует...